Праздник воркаута устроили в Хабаровске. Организаторы решили наглядно показать жителям города, как можно использовать уличные снаряды. Сами спортсмены уверяют, что на подготовку трюков требуется не больше трех месяцев. Александра Теплякова выяснила, с чего нужно начать. Мы находимся на Амурском бульваре. Здесь, на этой площадке, сейчас начнутся соревнования по воркауту. В этих соревнованиях оценивают не только красоту элементов, но и ее сложность и выносливость спортсмена. Чем больше спортсмен выполняет элементов не слазя из турника, тем больше шансов у него на победу. Кстати, победителей будет несколько в разных возрастных категориях. Сейчас мы познакомимся с самым маленьким участником этих соревнований. Здравствуй, тебе сколько лет? Здравствуйте, мне 9 лет. А вот сколько ты уже этим занимаешься? 5 лет. А можешь показать, какие мышцы у тебя? Сколько времени нужно потратить, чтобы научиться делать такой элемент? Ну, если желание есть, месяц скорее хватает или чуть меньше. Ну вот я смогу это сделать? Конечно, если будете стараться. Я готова, что нужно делать? Боковые перейсы надо качать, и анжимания делать, бруси. И после них можно уже делать. Очень много парней, обычно мужского вид спорта. А зачем тебе это? Ну, как бы у меня проблемы с позвоночником. Мне нужно качать мышечную массу набирать. В спине, в шее. Ну, вот занимаюсь. Почему именно такие площадки появляются у нас все чаще, а не, например, футбольные или баскетбольные? Ну, знаете, наверное, потому что для занятий другими видами спорта необходимо специальное оборудование, необходимо собрать команду и так далее. А для того, чтобы позаниматься воркаутом, это доступно абсолютно каждому. Для этого достаточно иметь кроссовки и удобную одежду. Учились на такой же площадке или обычной дворовой? Обычной дворовой. А есть разница вообще? Большая разница. Если там турники все, ну, во-первых, обшорканные все, расшатанные. Эта площадка предназначена для воркаута. Значит, тут он может различные элементы учить. Тут он может начинать сразу с базы. Это брусья, подтягивание, релкоход. И различные связочки можно здесь сделать. Я приехал из поселка городского Тиба Чикдамын. Я захотел чего-то большего и посоревноваться с хабаровчанами. Это Алексей, он один из организаторов этого мероприятия. Как мне научиться? Куда мне можно прийти? Ну, собственно, на самом деле все просто. Прийти нужно на турники. Ну, в нашем городе это, наверное, вот эта площадка, она самая популярная. Но предварительно вам лучше посмотреть видеоролики, написать в ютубе стритворкаут, и вы получите массу вообще просто советов, рекомендаций. В планах нашей орггруппы вывести как бы этот спорт на всероссийский уровень. Точнее, вот сделать эту культуру именно спортом. Александра Теплякова, Константин Пестерев, Большой город Лайф. Стрит, бокал!